Официальный отчет о причинах трагедии впервые был обнародован через три года после катастрофы Международной комиссии, сформированной правительствами Эстонии, Швеции и Финляндии. Эта версия остается основной до сих пор. Как следует из официального отчета расследования, авария произошла из-за того, что у судна отвалился носовой визор. Он потянул за собой аппарель, которая упала на носовой бульб корабля, так называемую выступающую часть, и повредила ее. Визор открылся из-за того, что его замки крепления оказались слишком слабыми. Возникла высокая волна, очень большая гидродинамическая сила, которая сломала крепление, и в результате визор отвалился. После катастрофы регулярно появлялись различные версии крушения парома. Например, по одной из них на судне перевозили оружие или другой секретный груз, а аппарель якобы намеренно была открыта посреди рейса, чтобы автомобиль с грузом не добрался до местоназначения. Также ходили версии о взрыве на борту, о поражении парома торпедой и о его столкновении с подводной лодкой. Последнюю версию, кстати, считал вероятный и бывший глава комиссии по расследованию причин трагедии Маргус Курм. Его мнение основано на подводных съемках останков парома, которые в 2019 году провела шведская сторона. Эти кадры запечатлели большую пробойну в борту судна. В итоге съемки стали затем поводом для проведения нового государственного расследования, поскольку пробойна давала возможность проникнуть при помощи робота на автомобильную палубу. Минувшим летом состоялась экспедиция к месту крушения парома, было совершено погружение, сделаны новые съемки, взяты различные пробы. Но главное, была поднята со дна носовая аппарель, которая за годы нахождения под водой отделилась от корпуса судна. Сейчас она исследуется. Уже проведено лазерное сканирование. Эти работы параллельно ведутся эстонскими и шведскими экспертами. И они надеются расставить все точки над «И». На сегодняшний день, если правительство республики выделит деньги из резерва, мы хотим провести еще исследование в 2024 году. А именно, мы хотим сделать цифровое моделирование разрушения визора и затопления парома. Это было бы в 2024 году. И тогда это будет означать, что окончательный отчет мы успеем сделать в конце 2024 или 2025 году. Мне хотелось бы, чтобы этот окончательный отчет был настолько основательным, чтобы мы могли поставить точку. Но, конечно, я не могу этого гарантировать. И никогда не могу исключить, что не появится желание или повод заново изучить это затонувшее судно. Отмечу, что в Эстонии существует организация «Мементо Маре». Она объединяет родственников, погибших на пароме. Член правления этой организации, Мяр Траутсеп, говорит, что сейчас организация уже не очень активна. Все-таки прошло немало лет. С другой стороны, они по-прежнему поддерживают контакт с комиссией и дают свои советы. По словам Раутсепа, и он сам, и другие родственники жертв катастрофы, надеются, что нынешнее расследование окажется более успешным, чем предыдущее. А вот что он сказал о том, какой печальный урок Эстония вынесла из этой трагедии. С тех пор морское законодательство изменилось. Возможно, эта катастрофа, к счастью, внесла много изменений в морскую практику. Появились новые требования, новые условия для паромов, судов типа РО-РО. Как поднимать, как опускать. Паром Эстония предназначался только для движения вдоль берега, и выход в открытое море привел к тому, что судно погибло. И судну был выдан сертификат на плавание в открытом море, хотя с технической точки зрения это было сомнительно, и теперь ясно, что его не следовало давать. Никто не хочет брать на себя вину. Тот, кто выдал сертификат, не хочет признавать вину. Тот, кто выдал судно разрешения на эксплуатацию, судостроитель тоже не хочет быть виноват. И экипаж корабля этого не хочет. И Эстония как государство. Но у каждого здесь была своя вина. Борис Тимофеев. Настоящее время. В Алте.